Добрый день, дорогие читатели, сегодня зрители. Меня зовут Аня Бойцова, я редактор и работаю редактором уже как 12 лет. Выпускаю книжки для детей, только книжки для детей. Это то, что я очень люблю делать. А сегодня я расскажу про такую важную часть работы редактора над книгой, как проверка фактов. Ну вот, покажу немножечко, вот сколько книжечек я уже выпустила. Выпустила это небольшая часть того, что есть, в том числе и книжки просвещения. Если вы учились в школе, то знаете, что это за книжки. Именно их чаще всего ругают за ошибки. Хотя, наверное, на мой взгляд, это не очень справедливо. Я считаю, что в России, вот по своему опыту работы, самые требовательные редакторы в плане проверки фактов и в плане достоверности информации. Сегодня я расскажу про то, как мы проверяем фактическую сторону материала. Ну, начнем с того, что фактчекинг, то есть проверка факта, начинается еще до того, как книжка попала ко мне в руки. То есть до того, как начать редактировать, вообще в первый раз прочитать рукопись, я знаю, какая у меня тема. И я себе завожу тетрадочку. Конечно, на экране вы видите не мои тетрадочки. Мои тетрадочки остались сейчас дома, и у меня нет возможности вам показать. Но вот я завожу вот такие тетради, и в них описываю все, что мне нужно по теме. Как пример могу сказать, что для книжки по космонавтике, которая сама будет объемом 80 страниц, я просмотрела все серии передачи «Год на орбите», в которых космонавты живут на Международной космической станции и рассказывают про свою жизнь, как они уходят в открытый космос, как они проживают невесомость. И это все, то есть примерно 12 часов видеоматериалов ради одной головы. Да, собственно говоря, то есть до того, как начать работать с проверкой факта, я погружаюсь в тему глубоко для того, чтобы иметь в общем представлении и не допустить каких-то глобальных фактических ошибок. А потом ко мне приходит рукопись. И вот тут вот показаны две обложки моей любимой книжки «Космос энциклопедия», которую я очень-очень люблю. И здесь я расскажу про проверку факта в переводном издании. Переводное издание очень сильно отличается от русского издания, потому что немножечко другие процессы. И вот проверка факта, она идет, можно сказать, тоже до издания. То есть до того, как взять рукопись или книжку к нам в производство, мы обязательно смотрим оригинал. То есть насколько оригинал сам по себе достоверный. То есть если там видны ошибки, и мы сразу их можем определить, а так как я уже в тему погружена достаточно глубоко, то мы читаем оригинал, смотрим. Если ошибок явных много, то, конечно же, мы даже не будем работать с этой книжкой, потому что придется очень много править. Следующий, ну, например, в рукописи все хорошо, в оригинале мы ее приняли, и у нас идет перевод. Здесь тоже очень важный процесс, что переводчик желательно подбирать того, кто разбирается в теме. Например, переводчик переводит книги исключительно по динозаврам, то, конечно же, лучше взять его на книжку по динозаврам, чтобы он тоже проверял попутно факты. То есть вот далее я вам покажу книжку «Зачем нужна математика». Ее переводил кандидат в физмат-наук, и он в процессе перевода тоже совершал проверку фактов и присылал нам свои замечания, которые мы отправляли правообладателю. Потом начинается редактирование, когда уже я проверяю фактический материал. Я проверяю, то есть если меня вызывает что-то сомнение, то я это проверяю, чуть дальше будут примеры, что именно может вызвать сомнение, и исправляю. Обязательно этап для каждой научно-популярной книжки – это научное редактирование. Научный редактор – это человек, который несет, наверное, главная ответственность по фактическому материалу. Но, как видите, еще до того, как ему попадет в руки книжка, уже столько всего проверено, столько фактов. Потом у нас наступает этап верстки, и тогда уже текст соединяется с картинкой, снова редактирует. Редактор смотрит, нет ли ошибок в иллюстрациях, отправляется научному редактору, и научный редактор соотносит текст с иллюстрацией, тоже проверяет факты. И все время этот процесс, он включает в себя правообладателя, то есть мы обязательно ему пишем, что мы заметили такую ошибку или другую ошибку, и вступаем в дискуссию. То есть правообладатель может отказаться, сказать, что он не согласен, например, вносить нашу правку, а мы, например, считаем, что нужно вносить, и мы доказываем, да, мы обсуждаем. И чаще всего, конечно, если это фактическая ошибка, то правку вносит, и правообладатели нам за это очень благодарны, потому что мы улучшаем не только свою книжку, но и их оригинальную книжку. А вот примеры того, где искать подвохи. Где искать подвохи, то есть помимо того, что прочитать текст и задаться вопросом или увидеть прям явную ошибку, а порой приходится искать подвох в каких-то мелочах, и там как раз происходят удивительные неприятные открытия. Вот, например, у нас тут схема химическая, и я прочитала текст, есть текст, описывающий эту схему, прочитала текст и решила посчитать количество протонов и нейтронов в атоме. И вот так, и вот вы видите вот здесь, я пометила, что вот 6 и 9, а должно быть 7 и 7, там согласно тексту. Тут 8 и 6, а должно быть 6 и 8, да. То есть такие мелочи, которые читатель, может, и не заметит. Но именно вот на таких деталиках, именно на такой проработке материала строится достоверность всей книжки. Ну, в итоге отправила научному редактору, а научный редактор вообще сказал, что схема неверная, и попросил полностью перерисовать. Предложил мне вот такую вот иллюстрацию. Мы это все обосновали, и автор внес вправду. Самая популярная ошибка, скажем это так, ошибка фактическая в книгах про космос, то есть в каждой книжке про космос обязательно есть вот такая история, это соразмерность планет. Планеты все время даются в разнобой, но это понятно, потому что это то, что нам не очевидно. То есть это то, что требует очень такого прекрасного абстрактного мышления. И вот тут мы тоже правили. Пожалуйста, посмотрите, как вот, к сожалению, когда вниз делают, то появляется слайд. Ну вот Меркурий на первой иллюстрации, на второй. То есть Меркурий, он самая маленькая планета Солнечной системы, и он совсем крошечный. Изначально он был таким большим показан, и была большая разница у Венеры и Земли, хотя это не так, они очень близки друг к другу. Но вот, собственно говоря, именно вот такую ситуацию я встречаю в каждой книжке про космос, и это мы правим. Так вот, книжка «Зачем нужна математика» тоже на ее примере покажу, как работаем с фактическим материалом, как может интуиция подсказать, что здесь что-то не то. У автора было изначально написано, что, значит, пчелки, они изначально строят круглые соты, а потом трепещут своими тельцами, греют теплом, и это все из круглого превращается в шестиугольное. Мне показалось, что это странно, потому что если изначально построены круглые соты, а пчелка такая трепещет, а пчелки все разные, одна большая, другая маленькая, одна интенсивно трепещет, другая менее. То есть как получается, что у таких разных пчелок всегда получается идеально шестигранные соты, и тогда я стала искать, где проверить информацию, нигде не смогла найти, и я нашла пчеловода, обратилась к нему, попросила помочь, и он не смог подтвердить вот эту информацию, он сказал, что они изначально строят шестигранные соты. И тогда, конечно же, мы исключили этот недостоверный факт. То есть, возможно, оно где-то там вот что-то близкое есть, но проверить это невозможно. А если это проверить невозможно, то необходимо от этого избавиться, то есть и оставить только то, что справедливо. И в данном случае мы оставили справедливое это рождение, что вот шестигранники – это идеальная форма, которая позволяет при минимум материала заполнить максимум площади. А вот, пожалуйста, следующий такой вот слайд. Здесь попробуйте найти ошибку. Вот так вот. Иногда нам приходится сталкиваться вот с такими вещами, которые вот просто, вот голова кружится, вот ряби, потому что здесь и цифр много, чисел много, и все это цветом разным покрашено, и думаешь такое, божечки, что это? Но тут редактор просто обязан посчитать все. И тут мы нашли ошибку. Вот, пожалуйста, посмотрите, число 118, а за ним идет сразу 120. То есть порой бывает вот так сложно обнаружить фактическую ошибку. Да, она не такая значительная, как, я не знаю, там соврать что-то глобально, но все равно эта ошибка, ее надо поправить. И вот, пожалуйста, мы вот здесь вот ее исправляли. И, соответственно, нужно все дальше тоже проследить, чтобы все простые числа были покрашены красным цветом. А теперь давайте перейдем к моей любимой части. Это русские издания. Это самое интересное, когда мы создаем с нуля. Ничего не было, была идея, не было, то есть, что перевести. Как бы это вот полностью такой неизвестный, что будет дальше. С русскими изданиями работа примерно такая же. То есть, оценка идет до факта, до начала работы с книжкой. То есть, опять-таки, это погружение в материал. Но здесь добавляется еще один интересный момент. Это иллюстрации. Иллюстрации тоже требуют к себе очень большого внимания к проверке фактов. И с иллюстрацией работает автор, редактор и научный редактор. То есть, там все тоже проверяется очень внимательно. И, собственно говоря, художнику даются такие референсы. Референсы – это значит образцы. Вот, например, для книжки про Египет, что нужно дать художнику? Глобальное. Глобальное – это нужно показать ему структуру общества, для того, чтобы он понимал, кого из народа он там рисует в данный момент, где он нарисует крестьянина, где он нарисует там вот визиря или жреца. То есть, показать ему в целом устройство общества, именно образцы того, как это выглядит. И показать народ. То есть, кого, собственно, рисовать, как выглядели древние египтяне. И тут, конечно, помогает научный редактор, который, вот, например, говорит, что потомки древних египтян, это современные копты. И вот мы тогда набираем образцов людей. У меня, например, в папочке много-много людей. Это и старики, это и мужчины, и женщины, и дети, там, в грусти, и в радости. То есть, в совершенно разных позициях. Для того, чтобы художник имел в общем материал, с какой группой он будет работать, кого он будет рисовать в общем. А потом, то есть, это вот, как бы, сюда же входит одежда. Да, вот сюда же входит одежда. То есть, это то общее, что художник будет использовать на каждой иллюстрации. То есть, мы вот это вот продумали глобально, а дальше начинаются детали. Например, для книжки про Древнюю Грецию нам нужно было дать финикийский текст. И можно, конечно, там взять и что-то, что-то написать, какие-то буковки отмножить. Но попросили научного редактора прислать нам финикийские тексты. Вот он нам прислал образцы, они вот тут вот слева видны. И они пришли к нам в книжку вот в таком виде. Ой, моя любимая история. Если спросить, как выглядит Архимед в знаменитой легенде, и как выглядит корона, то многие представят Архимеда в такой обычной для нас ванне с какой-нибудь короной Российской империи в руках. То есть, вот такая вот ситуация. И когда мы стали работать с этим произведением, конечно, мне было сразу ясно, тоже вот такое интуитивное понимание, что корона не должна содержать в себе ни одного камушка, не должна содержать в себе ткани, ничего, только золото. Потому что если она будет содержать в себе камни, то невозможно будет посчитать объем золотой, именно золото. Потому что какая задача, царь поставил задачу для того, чтобы Архимед посчитал именно объем золота. И стали разбираться, какая могла быть корона, нашли медальку, на которой изображен царь и царя Диадема. Ну и, собственно говоря, научный редактор сказал, что корона по-латыни означает венок, поэтому мы изобразили такой простой золотой венок, но очень хитрой формы, которые такие вот с завиточками, которые было бы сложно посчитать объем простым способом. Вот нужно было придумывать какое-то сложное решение. И, собственно говоря, ванна. Я нашла вот такую красивую ванну. Это, собственно говоря, вот такие картинки называются референсы. Я нашла вот такую чудесную ванну, в которую, может быть, погружен был Архимед. Но научный редактор Отверг сказал, что это не может быть той ванной, потому что она гораздо более ранняя. И прислал вот такой из окрестностей Сиракуз. А, собственно говоря, Архимед жил в Сиракузах, поэтому очень-очень многовероятно, что именно вот такая ванна была у Архимеда. И помимо вот таких главных действующих предметов этой иллюстрации, то есть разобраться с ванной, разобраться с короной, нужно под каждую иллюстрацию разбираться, собственно говоря, что там внутри нее может быть. И тут тоже к нам ответы пришли от научного редактора, что это скрипки различные, масла, гидри, то, чем тогда люди мылись, что они использовали во время мытья. И мы тогда с художником решили немножечко пошутить и дали вот такую краснофигурную вазу с неизвестным подвигом Геракла, как он побеждает огнедышащую утку. Но научный редактор это отверг. Не потому, что легенда не соответствует тем легендам, которые есть, а потому, что вот эти краснофигурные вазы, они уже таким антиквариатом считались в период Архимеда, и мы это перерисовали. То есть даже, когда мы хотим пошутить, что-то такое сделать забавное, то мы все равно должны соответствовать той реальности, в которую мы это вписываем. То есть шутка шуткой, но все равно это должно быть. Поэтому ваза эта осталась, вот она уже принесена в период более ранней. Вот тут ее можно посмотреть. Также вот мы прорабатывали и, например, иллюстрацию внутри Парфенона. То есть как это все выглядело внутри. И я, например, когда работала над этой книжкой, я вспоминала детство, вспоминала книги про Древнюю Грецию, про какие-то сериалы, которые я любила смотреть в детстве, мультики. И там обычно храм это такое пустое место, где никого нет, приходят люди в белых одеждах, молятся там какой-нибудь на блюде прекрасном приносят дары богам. Но на самом деле научный редактор нас поправил и сказал, что тогда было другое отношение к религиозным заведениям, что тогда приносили очень много всяких даров. То есть просто масса даров. даже я стала тоже проверять то, что говорит научный редактор, стала искать эту информацию и обнаружила, что однажды принесли шикарную золотую двуспальную кровать с огромными колоннами под балдахины и принесли это, собственно говоря, в профенон, который у нас сейчас здесь и нарисован. Ну, кровать мы рисовать не стали, но стали рисовать всякие различные другие предметы, которые могли вот находиться внутри и это были посуда, украшения, локоны волос и даже когда не хватало места вскрывали пол и туда закапывали свои какие-то дары. Также мы обсуждали, какое должно быть освещение, как должны стоять колонны и на все ну, понятно, что первым делом для этой иллюстрации мы обсуждали, собственно говоря, какая должна быть статуя, что там все должно быть изображено, но я сейчас больше расскажу про второстепенные детали, потому что первостепенные они как бы на поверхности лежат, это то, что в первую очередь смотришь, но еще интересно как бы погружаться во второстепенные то, как освещение, как потолок, как статуя стоит, как что находится внутри, из вот такого складывается исторически достоверная картинка. Мы, конечно же, опять расскажу про шуточки, потому что мы это любим. Собственно говоря, что можно заметить, что очень много есть граффити, в принципе, это такая культура отдельная, и когда мы создавали эту книжку, захотелось тоже вот пошутить и сделать что-то такое забавное, что-то написать, но просто взять и написать, там даже по-русски или на современном греческом нельзя. Нужно сделать так, как это было в те времена, чтобы показать, что такое явление оно тоже было, и это интересно, как оно может выглядеть, и тут тоже начинается проработка, то есть, да, вот мы решились сделать шутку, но что нам нужно для того, чтобы эту шутку реализовать? Во-первых, нам нужен текст с русского перевести на древнегреческий, и это отдельная задача, благо нам помогла Мария Юрьевна Федорцова, она перевела наши пожелания древнегреческим богам на древнегреческий язык, и перевела это в стихах, и поэтому если вы знаете древнегреческий, то вот он звездный час, вот он ответ на вопрос, зачем учить древнегреческий, можно прочитать в книжке вот эти послания, и посмеяться, улыбнуться, потому что там написано то, что тогда быть не могло, это послание от нас современных в прошлое, вот так вот, скажем, вот так, и то есть первое-наперво нужно было решить, можем ли мы вообще себе позволить такую шутку реализовать, то есть перевести на древнегреческий, это у нас получилось, значит, следующий этап, где это писали, где мы можем это написать вообще, то есть у нас большая книжка, там достаточно много произведений, и научный редактор предложил, что писали просьбы, обеты, благодарности, агитации, стихи, писали в храмах и точнее не в храмах, а на как бы внутри храма самого тяжело писать, там мрамор, там как бы все это тяжеловато, вот, а снаружи прям даже побогаче люди ставили стеллы, их богато украшали, ставили статы, ну, те, кто победнее могли бы царапывать прям на ступенях храма, и даже привел вот этот случай в Дельфах прямо на фасаде храма надписи, сделанные семью мудрецами, ну, и, собственно говоря, то есть мы узнали, что, что описать, ну, точнее, вот, что написать, то есть на древнегреческих перевести, где написать, ну, и, собственно говоря, надо узнать, как, потому что одно дело мы будем передавать это углю, а другое дело мы будем это дело там, например, выбивать зубилом, как у нас здесь на ступенях зубилом, молотком выбиты вот такие вот надписи сделаны. Это вот такое очень интересно. А сейчас разрешение художника покажу, как мы прям вот работаем, то есть для предыдущих иллюстраций, к сожалению, не сохранились эскизы, но вот работа с иллюстрацией, она идет в таких этапах, то есть сначала мы подготавливаем референсы, это те фотографии, которые я вам показывала, а затем художник рисует образец, эскиз, эскиз иллюстрации, и этот эскиз мы очень-очень-очень внимательно проверяем. Вот на примере вот этого тут есть некоторые фактические неточности, которые мы проверили, я и научный редактор написали нашему художнику. И вот как проверяется иллюстрация, то есть сначала важно рассматривать прям подетально, то есть вот картина, возможно, кто-то уже догадается, что это за картина, это картина известного человека, известного космонавта, вот так, это картина известного космонавта. А здесь все хорошо, вот это первый спутник, да, это он и есть, как, тут все хорошо, и вот так вот мы как бы каждую детальку рассматриваем. И когда вот мы доходим до дяди Кузи, он стоит с телескопом. Вот, но тут есть как раз вот тут неточность, кажется, что все нормально, вот при первом таком взгляде бросаем взгляд и кажется, что все нормально. Но если мы начинаем сравнивать с реальной фотографией, то у телескопа должен быть противовес, потому что вот у него крепление вот с этой стороны, он иначе не удержится, ему нужен противовес. Потом вот те, у кого есть телескоп, знают, что, конечно же, лучше всего смотреть не через окно, то есть, а напрямую, напрямую. у меня дома есть телескоп, и езжу периодически на острослеты, конечно же, стекло, оно может очень сильно помешать, поэтому, конечно, можно через стекло смотреть, но это не очень хорошо, лучше смотреть на объект непосредственно. То есть, вот такую неточность нашли, раз, два, значит, смотрим ножницы, вот это все, линейка, хорошо, хорошо, и тут нарисована Международная Космическая Станция, и вроде бы все хорошо, но на самом деле у нее другие соотношения деталей. Она выглядит немножечко по-другому, то есть, у нее огромные солнечные батареи, их вот так вот увеличивать надо, и вот, пожалуйста, на следующей иллюстрации, как это все исправлено, то есть, вот, пожалуйста, уже телескоп такой серьезный, и у него и противовес есть, то есть, он уже не упадет, окно открыто, вот тут как раз была история про то, как открывать окно, окна обычно открываются внутрь, но мы проверили, есть окна, которые открываются наружу, поэтому все нормально, а вот, собственно говоря, Международная Космическая Станция, и ее фотография для того, чтобы вы могли посмотреть, что вот она выглядит вот так, здесь вот, можно обратить внимание, что он чуть-чуть отличается, но она как бы все время двигается, это тоже важно, у нее даже батареи могут быть одна вот так повернута, другая так, вот, пожалуйста, посмотрите, примерно вот так вот идет работа с каждой иллюстрацией, я вот так переключаю, чтобы вы могли увидеть там телескоп, да, да, ну, каэс, такая же вот подготовка идет, дальше начинается моя любимая тема, прыжки с парашютом, это то, что я очень-очень люблю, уделяю этому время, обычно Гагарина рисует под одним куполом, то есть, вот, Юрий Гагарин, он приземляется, обычно вот так рисуется, но, как бы, зная заранее, как был на самом деле и как было принято в парашютном спорте в тот период, он должен приземляться на двух куполах, поэтому мы сразу решили, что будем иллюстрировать то, точно, то есть, как должно быть, то есть, сразу же изначально давали задание о том, что нужно рисовать два парашюта и как они будут выглядеть, то есть, что запасной должен быть ниже основного, иначе они могут спутаться, что должны быть полюсные отверстия, что одно идет к плечам, другая к животу, значит, и, конечно же, для этой картинки есть указания на время года, для каждой картинки обязательно указания на время года, то есть, вот такая предварительная работа. А вот прыжки продолжаются, собственно говоря, вот на этой картинке я расскажу о том, как, ну, невозможно посмотреть каждую иллюстрацию, ну, и, собственно говоря, оно и не нужно, потому что детская книжка это не справочник по прыжкам, не справочник по космонавтике по космонавтике или дайвингу или еще какому-то другому отдельному занятию, вот тут вот тоже мы смотрим на картинку и все хорошо, кажется, что все просто прекрасно, у них чудесные позы, чудес, чегостика очаровательна, он прыгает, вот, но при этом если мы будем смотреть на детальки, то мы обнаружим как раз вот эти фактические неточности, начнем вот со шнурков, вроде, да, вот такие вот полосочки, но эти полосочки, они должны идти вверх, потому что ветер дует снизу вверх со скоростью 50 метров в секунду и все оно наверх, наверх, то есть прическа тоже должна лететь наверх, потому что они падают, плюс на наших парашютистах обязательно должны быть очки, вот, тут парашютист очки свои поднял и смотрит на бумажку прямым взором, но такое можно сказать невозможно, просто, естественно, человек начинает щуриться, то есть, а если очки есть, то, конечно, их надевать. Далее тут можно заметить, что парашютист держит в руках записку, у меня опять выскочила надпись слайд, держит в руках записку, и что тоже невозможно, потому что все разрывает, разлетается, то есть, удержать что-то в руках достаточно сложно, там, если писать видео, как там с зонтиком люди прыгают, то зонтик поворачивают буквально в одну секунду, то есть, собственно говоря, с бумажкой будет то же самое, удержать ее невозможно, ее приделают на специальный рукав, и там держат, ну, как бы, вот она прикреплена к рукаву, и никак, никак не может оторваться, то есть, все должно быть очень надежно, обязательно на ручках должны быть высотомеры, чтобы контролировать, какая высота, обязательно должны быть, вот тут у парашютиста должна быть такой шарик вытяжного парашюта, чтобы выбросить его, и парашют раскрылся, ножны обхваты, они, вот эта вот полосочка, она должна идти к ногам и окутывать ножки, а не живот, вот, ну, а по позам надо сказать, что поза тут просто великолепная, собственно, а, еще, еще, еще одна деталька, вот тут вот на плечах должны быть такие вот специальные колечки, которые являются необходимой частью устройства парашюта, вот, и вот такие вот детальки, да, то есть кольцов замком устройства, высотомер, как идет обхват, где находится бабышка, нужны ли очки, то есть вот такие вот вещи, их на самом деле достаточно сложно проверить, и если вы не парашютисты, не знакомы с этим, не смотрите постоянно видео про прыжки, то вы про это не скажете, то есть не ответите, что это действительно так, это как раз про то, что вот как, наверное, невозможно проверять каждую книжку, потому что невозможно одинаково хорошо разбираться в прыжках, в дайвинге, в древней Греции, в древнем Египте, в космонавтике, в садоводстве, в географии России, в истории древнего мира, то есть то, как невозможно, но при этом работая с иллюстрациями, мы как раз стараемся очень глубоко погружаться в каждую тему и прорабатывать обстановку, прорабатывать все детали, возможно, где-то упустить вот такие КЗУ, но это не столь важно в детской книжке, потому что она, опять-таки, не методическое пособие, то есть после нее не надо идти сдавать экзамен, а после нее нужно вдохновиться, то есть вдохновиться, посмотреть, порадоваться, как это здорово, как это интересно и понять общую, как сказать, общую философию, общий дух и чтобы потом это не было таким сформировано такое неверное представление, что пришлось бы переучиваться, то есть вот это, наверное, самое главное, то есть не дать тот недостоверный материал, который потом у человека сформирует неверную картину мира и он будет впоследствии как-то вот переучиваться. А далее есть вот такая интересная ссылочка, тут же есть QR-код, нужно будет пройти по нему, сейчас тоже пройду по нему, и здесь вы увидите картинки, вот это вот такие забавные картиночки, которые я специально подбирала, очень сложно, на самом деле очень сложно найти ошибки в книгах, потому что там я набираю, там смотрю, какие книжки есть, например, там про древний Египет, и очень все хорошо проработано в большинстве случаев, то есть найти картинку с ошибкой, это проблематично, оказалось, что больше всего фактических ошибок в книжках ненаучно популярных, то есть которые как раз очень заточены на то, чтобы как бы донести верную информацию, а на совсем олашковые. Вот вам задание, значит, задание-развлечение найти ошибки в иллюстрациях, вот это вот картинка из иллюстрации, наверное, советской книги, к сожалению, я не смогла найти книгу, что это за книжка, но чаще всего такие ошибки были в советских. вот еще, обязательно читайте текст, смотрите иллюстрации, вот пыталась найти в советских книжках ошибки, очень мало, очень мало, ну, как и в современных. Здесь на каждой иллюстрации есть какие-то неточности, исторические неточности, где-то будет найти их, просто где-то будет их найти сложно, но вы можете попробовать себя потренировать, попробовать свои знания, попробовать посмотреть на вот эти картинки, найти здесь ошибочки, а мы с вами в субботу обсудим. Здесь очень много про космос, потому что я сейчас очень глубоко погружена в эту тему космическую, поэтому, ну, вот, надеюсь, да, обязательно смотрите текст, смотрите иллюстрацию, прям внимательно-внимательно, потому что на самом деле найти ошибку это не так уж и просто, потому что нужно прям конкретно рассматривать в отдельности каждый предмет, обязательно потому что я сейчас добавила, надеюсь получится найти тут ошибку, такой вот из иностранной книжки, тут есть, конечно, доля фантазии, например, динозавр в роликах, конечно, это просто шутка, то есть к ней, наверное, не стоит относиться серьезно, но при этом есть и другая ошибка, которая здесь как раз формирует неверное представление у читателя о том, как это может выглядеть так вот, собственно говоря, вот весь мой рассказ надеюсь, что вам было интересно есть ли вопросы можно ли тут получить вопросы вот, ну, тогда, наверное, прощаемся и до встречи в субботу как давайте, какой вопрос а можете озвучить, я просто не вижу этот комментарий, я, может, вспомню так, не поняла, очень сложно ой, уточните пожалуйста вопрос, потому что очень, может быть, что сложнее найти ошибку в тексте или в иллюстрации, вот могу на такой вопрос ответить, мне сложнее найти в иллюстрации, потому что иллюстрация, в ней гораздо больше деталей, чем в тексте, когда читаешь одно слово, оно значит один объект, а иллюстрация, она содержит такое разнообразие разных объектов, там просто, я не знаю, надо камушки, то есть, например, если художник Луну нарисует, нужно рассматривать камни, подходят ли эти камни для Луны, точнее, с Луны или они, да, то есть, вот, это достаточно сложно, в тексте там будет просто написано, они оказались на Луне, ну, все хорошо, Луна есть, ну, не можно оказаться, можно, ну, все просто, а вот когда они реально оказались на Луне, и это иллюстрируется, тут надо, да, и кратеры проверять, то, как там скафандр выглядит, скафандр, это тоже уже отдельная история, там его очень сложно проверять, там должны быть шланги, там должно быть ранее жизнеобеспечение, там должен быть гермошлем определенного размера, вот, вот так ответила. ни в коем случае, как можно ругаться на художника, нет, 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 художник, он, ну, собственно говоря, ни одна книжка, она не создается одним человеком, такого не бывает, создается командой, и, на мой взгляд, лучшая книжка будет создана в той команде, где все друг друга поддерживают, то есть каждый человек допускает ошибки, я допускаю ошибки, у меня тоже есть ошибки, я могу сейчас прям пример привести, однажды я написала, что время относится к первому склонению, и прям ужасно рыдала, когда обнаружила эту ошибку, потому что она среднего рода относится ко второму склонению, вот, я прибежала к автору, говорю, представляете, я вашу книжку испортила, допустила вот такую ошибку, а она мне написала, пусть время склоняется перед вами, то есть такую вот смешную отписку сделала, для того, чтобы я не переживала, конечно же, это работа в команде, и художник может допустить неточность, я могу допустить неточность, на очередь может что-то проглядеть, но для того и нужна команда, чтобы друг друга поддерживать, и друг другу подсказывать, советовать, потому что гораздо больше мы замечаем, да, то есть заметил научный редактор, заметил художник, бывает такое, что художники правят даже текст, и говорят, вот, я сейчас начал рисовать, и вот такое вот заметил, ты представляешь, в тексте неточность, тогда я правлю, то есть тогда, если бы мы все друг на друга ругались, то он бы наругался на меня, я бы наругалась на него, и у нас не было бы такого честного контакта доверительного, и, наверное, сложно было бы создавать книжки, поэтому, конечно, ругаться не стоит, вообще, я не вижу смысла ругаться, в принципе, гораздо продуктивнее увидеть проблему, ее исправить, гораздо больше позитива, гораздо больше результата, вот, ругаться, такой эмоциональный отклик на ругаться, вот, а до этого там было какой, что значит, когда ответы задания неправильные, когда вот, то есть, работая в просвещении, там, собственно говоря, только учебная литература, и отдельная работа, это проверить все ответы, я всегда проверяла ответы, так, сажусь, беру ручку, карандаш, и письменно отвечаю на ответы, делала я это три раза, первый раз, когда у меня пришла рукопись, я ответила, и обязательно письменно, потому что устно всегда можно что-то упустить, типа, ответ в голове есть, там, напишите сказку, и ты бы представила себе сказку в голове, ну, типа, можно ответить, а когда начинаешь писать, уже другая история, вот, первый раз, когда рукопись, второй раз, там, на верстке, и третий раз перед сдачей, то есть, на самом деле, ответы, они прям очень серьезно вот так вот прорабатываются, чтобы быть без ошибок, но такое случается, есть даже байка про то, как один издатель решил, там, издать книжку, нанял много-много корректоров, научных редакторов, и так далее, и так далее, и сказал, что у меня такая книжка клевая, что ошибок в ней нет, если вы найдете в ней ошибки, я там вам рубит дам, вот, и в итоге он разорился, хотя очень-очень много смотрели, вот, ну, конечно же, наша задача, это минимизировать ошибки, и поэтому, собственно говоря, по несколько раз даже просматриваем одно и то же, вот, прям, по много-много раз, вот, надеюсь, ответила, все, спасибо вам большое за внимание, увидимся в субботу, надеюсь, вы получите удовольствие и найдете все ошибочки. Спасибо за субботу!